Привет, друзья! Это новый выпуск «Ты в теме», где ежедневно мы готовим для вас подборку на наш взгляд важных новостей, чтобы можно было сделать собственные выводы. Поддержите наш канал своей подпиской, комментарием и лайком. Вновь с 21 на 22 сентября произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также были освобождены иностранные пленные, которые воевали на стороне Украины. Характерно, что этот обмен состоялся накануне проведения референдумов, после которых захваченные территории Украины Россия собирается присоединить к себе. Россия передала Саудовской Аравии пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев. Часть из них уже была приговорена в ДНР к смертной казни. Премьер-министр Британии Ли Страс заявила, что пятеро британских граждан, воевавших за Украину и взятых в плен на востоке страны, освобождены именно благодаря посредничеству Саудовской Аравии. Также министр здравоохранения Британии подтвердил, что среди освобожденных Эйден Аслин, взятый в плен еще в апреле. Освобожденный находится в городе Эр-Рияд. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил освобождение из российского плена двух американцев. Об этом пишет «Голос Америки». Он приветствовал российско-украинскую договоренность об обмене и поблагодарил за содействие Саудовскую Аравию. Параллельно прошел обмен пленными в Украине, в Черниговской области. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в результате обмена удалось вернуть 215 украинских военнослужащих, из них 108 – бойцы Азова. В число попавших под обмен глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Из плена освобождена военнослужащая Азова Екатерина Полищук, известная как Пташка. Та самая девушка, которая давала интервью РосСМИ. В Аравии Екатерину называют снайперкой. Девушка же заявляет, что она медикиня и помогала людям, раненым во время боевых действий. Также освобожден морпех Михаил Дианов, ставший известным благодаря фото с Азов Стали. Денис Прокопенко – Редис, Сергей Волынский – Волына, Святослав – Поломарь, Денис Шлега, Олег Каменко – командиры из Азов Стали тоже освобождены. Важный нюанс по обмену украинских пленных. Владимир Зеленский заявил, что пять командиров Азова будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена в Турции. Они будут под личным протекторатом турецкого президента в комфортных условиях. Также они смогут проводить личные встречи. Вишенка на торте. В рамках обмена России выдали Виктора Медведчука. Андрей Ермак на этот счет заявил, что мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А пять героев, командиров Азов Стали на 55 российских пленных, не имеющие для нас никакого интереса. Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Медведчука на 200 украинских военнопленных. Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили ни одну агентурную сеть, задержали многих госизменников и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. Он также заявил, что якобы обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. С его слов, Медведчук сам дал свое согласие на обмен. Зеленский подтвердил, что украинских военнопленных действительно обменяли на Медведчука. «Мы были готовы обменять его на хотя бы одного защитника, а заустали, а получили вот сколько людей». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об отправке в Россию Виктора Медведчука в рамках обмена. Песков заявил, что не комментирует информацию об обмене военнопленными, потому что у него нет таких полномочий. Хотя ранее он делал это вполне успешно. В конце мая Песков заявлял, что обменять Медведчука на украинских военных с Азов Стали невозможно. Вряд ли об этом можно говорить. Это разные категории. Интересно, как теперь сложится его судьба. Наблюдаем. На кого или на что обменяли военнопленных и украинцев и иностранцев пока непонятно. Кроме Медведчука, конечно. Учитывая, что часть иностранцев была уже приговорена к смертной казни, а среди возвращенных из плена украинцев есть известные лица, можно предположить, что Россия также получила что-то для себя важное. России передали 55 пленных. Ранее российские военкоры сообщали, якобы России отдадут кроме 55 пленных еще 30. Среди пленных военнослужащие ВС РФ, а также ЛДНР. По заявлению российской стороны им в плену грозила смертельная опасность. За обмен с российской стороны отвечал Денис Пушилин. Он заявил, что это долг РФ – освобождение своих пленных. Завершился обмен пленными с украинским режимом. Были освобождены 56 человек, 55 из них военнослужащие, 5 из них из Донбасса. Это Завальный Андрей Николаевич, Могилевич Дмитрий Владимирович, Губанов Андрей Александрович, Живниренко Игорь Валентинович – это рядовые из Донецкой Народной Республики, и Мищенко Андрей Андреевич – это эфилиптор из ДНР. А оставшиеся военнослужащие Российской Федерации – это ребята, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс. И наш долг был, конечно же, сделать все возможное, чтобы их освободить. С его слов именно он подписывал указ об обмене. Он также пояснил, почему в обменном процессе фигурировал Медведчук. Освобожденность плена был Виктор Медведчук. Я вам скажу, что только на моих глазах, в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались. Это, по сути, за стенки гестапо. В том числе Пошилин заявил, что среди украинских пленных были преступники, и в РФ это прекрасно понимали, но задача стояла, как можно быстрее вернуть своих пленных. Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы готовы были и на такую цену. Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них – это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача – вернуть наших ребят в кратчайшие сроки. Президент Турции Эрдоган заявил, что обмен пленами между Россией и Украиной достигнутый при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны. Ранее Эрдоган в своем интервью для американского телеканала Пи-Би-Си уже объявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 человек пленных. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и Россией, выражая признательность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зерновой сделки, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией. Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Украину и Россию провести обмен пленными всех на всех. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. И эта тема была поднята параллельно обсуждению поставки российского аммиака через украинскую территорию. Зеленский же тогда заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмене наших пленных. Именно это я и предложил ООН. Россия в лице Дмитрия Пескова в интервью та заявляла, разве люди и аммиак это одно и то же? Украинские студенты, которых не выпускают на обучение за границу, устроили акцию протеста на КПП Шегини. Уже 14 сентября выезд студентов призывного возраста фактически поставили на стоп. Еще утром были выезды студентов, а с обеда всех начали заворачивать. 15 сентября ситуация повторилась, ссылаясь на какой-то приказ сверху, который в глаза никто не видел. Тогда вопрос поставили на стоп до прояснения позиций власти по этому вопросу, можно ли выпускать учащихся зарубежных вузов или нет. Изначально планировали решить этот вопрос в пользу студентов. Причину стопа пояснили тем, что просто хлынул поток липовых студентов, которых оперативно вычислить не всегда возможно. И вот сегодня появилось официальное подтверждение распоряжения Госпогранслужбы. Украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения. Об этом рассказал Лиге-спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами и мужчинами из-за массовых подделок документов. Раньше по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей. РосСМИ показали бюллетени, которые уже напечатали для референдума в ЛНР. АЕС обещает ввести новые санкции против руководства России и тех людей, которые будут заниматься организацией референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое озвучил глава европейской дипломатии Жозеф Борой по итогам их встречи. По его словам, санкции Евросоюза будут как персональными, так и секторальными. Он также отметил, что главы МИД ЕС согласились продолжать военную поддержку Украины. Во встрече принимал участие и глава Украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулева. Намерение Евросоюза ввести новые санкции против РФ за организацию референдума в Украине подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула Фонтер-Ляйен. Сказала, что такие меры уже доказали свою эффективность и нынешние действия России требуют введения очередных рестрикций. «Пока я говорю, в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты МЛРС. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу». Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Ли Страс на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она пообещала увеличить военную поддержку Украины, насколько потребуется, и раскритиковала последние решения и заявления президента Российской Федерации Владимира Путина. У меня на сегодня все, друзья. Как обычно, мы готовим уже новую подборку новостей. Оставайтесь с нами, оставайтесь в теме. И самое главное, берегите себя и берегите друг друга. Не забудьте подписаться, если вы только что к нам присоединились. Увидимся.